Профессор Профессор Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за просмотр! И все это идеальные зеркала Вот такая штука будет называться закрытым резонатором Прямоугольным закрытым резонатором Ну понятно, что бывают цилиндрические закрытые резонаторы, сферические, гиперболические Ящики можно делать в разной форме Ваших знаний математики сейчас едва хватит для того, чтобы решить задачу Для расчета монохроматического поля для закрытого прямоугольного резонатора Для всех остальных нужна математика, которая пока вам и не снилась Мы хотим найти поле внутри ящика Монохроматическое Которое зависит от времени по гармоническому закону От координат, как хотим То есть Е от Р какое хотим На какой-то вектор поляризации Сейчас договоримся какой А от времени, чтобы он зависел, как Е в степени минус и омега Т Мы хотим внутри такого пустого ящика найти все решения для монохроматических поля Я сейчас сильно упрощу задачу Я сейчас потребую, чтобы это поле было поляризовано или направлено вдоль оси Z И здесь орд поляризации, я скажу орд ЕZ Ну понятно, что если вдоль X или вдоль Y задача будет решаться аналогично А вот если поле Е будет смотреть куда-то косо То задачу тоже можно решить Я этого делать не буду по одной простой причине Ландау где-то там 5 или 6 том Это занимает страниц 6-7 выкладок Да, немножко, много работы Сейчас я сокращу, потребовав, что поле смотрит вдоль из одного из ребер ящика Скажем, вдоль оси Z Я сокращу работу раз в 10 Первое, что я сделаю, это то, что я сейчас докажу Что если поле ориентировано вдоль оси Z То само поле от Z не зависит Так на пальцах это совершенно непонятно откуда Но уравнение Максвелла, в отличие от нас с вами, это знают Вообще мы уже дошли до того момента Когда серое вещество ничего не подсказывает Все знают уравнения А серого вещества не хватает ресурсов Для того, чтобы понять, почему это происходит Уравнение Максвелла это описывают очень просто У нас есть уравнение, что 0 равен дивергенции Е В вакууме Но дивергенция Е это есть Производная от X компоненты поля по X Плюс производная от Y компоненты поля по Y Плюс производная от Z компоненты поля по Z Но если мы с вами договорились, что поле смотрит вдоль оси Z Чему равна X и Y компоненты этого поля? 0 Поэтому здесь 0 Здесь 0 ЕZ-то, конечно, не 0 Но DEZ по DZ должно равняться 0 Это значит, что Z компонента поля от Z зависит не может А это означает, что ЕZ Z компонента поля, которая единственная отличная от 0 Она зависит только от X и только от Y А от Z не зависит По как ловко Уравнение Максвелла нам это гарантирует Теперь я воспользуюсь одной очень крутой теоремой математической физики Я не думаю, что вам математики ее когда-то будут доказывать Хотя надо бы, чтобы доказывали Теорема звучит так Что если у нас есть достаточно приличное дифференциальное уравнение В частных производных Математики будут долго объяснять, что означает приличное уравнение дифференциальных производных То его решение можно искать в виде произведения разных функций Зависящих только от разных переменных То есть вот это поле можно искать в виде произведения некоторой функции Зависящей только от X На некоторую функцию, зависящую только от Y И при этом мы не потеряем никаких решений Это не простая теорема Это на самом деле теорема о полноте наборов собственных функций хороших ремитовых операторов Иногда математики доказывают полезные теоремы Эта теорема говорит о том, что если мы так будем искать решения То мы ничего не потеряем Не может быть у приличного дифференциального уравнения решения Типа гиперболический аркотангенс от X в квадрате плюс корень из Y Такого не может быть Решение обязано быть представимо как произведение Одной функции, зависящей от одного На другой функции, зависящей от другой Но это, господа, дело математики Доказывать подобные теоремы И учить вас математике так Чтобы вы когда-нибудь такие теоремы смогли осознать Как они доказывают Они не просто доказывают Они очень не просто доказывают Тогда мы должны найти решение уравнения Лапласиан плюс K в квадрате На произведение функции X от X На Y от Y И все это должно равняться 0 Я напомню, что оператор Лапласа Это сумма вторых производов Давайте уж напишу Это D2 по DX дважды Плюс D2 по DY дважды Вообще говоря, плюс D2 по DZ дважды Но поскольку наше решение от Z не зависит То это будет 0 Плюс K в квадрате На произведение X большое от X На Y большое от Y должно давать 0 Эта производная заведомо даст 0 Ее можно не учитывать Потому что у нас от Z ничего не зависит Итак, вы понимаете, надеюсь XY малые это переменные А XY большой это функции Которые мы ищем Давайте эту штуку дифференцировать по X Когда мы будем дифференцировать по X Функция X большое будет дифференцироваться А Y большое от X не зависит Она останется свободной Поэтому будет так D2X большое по DX дважды Умножить на функцию Y Когда мы будем дифференцировать по Y У нас функция X останется в покое А останется вторая производная функции Y Когда мы умножим на K в квадрате Функции XY останутся нетронутыми Это должно равняться 0 Теперь я сделаю страшную вещь Но когда мы получим решение Окажется, что я ничего страшного не сделал Я хочу сейчас это уравнение поделить На произведение функции XY Понятно, что если они окажутся равными 0 Все рухнет Но я поделю Тогда смотрите Здесь Y сократится И будет так Единица на X большое Зависящее только от X На вторую производную X большого Зависящего от X Под X дважды А здесь, когда делим У нас умрет X И будет единица на Y большое Зависящее от Y На вторую производную Y большое По Y дважды А здесь останется просто K в квадрате И это должно равняться 0 И это должно выполняться Для любой точки пространства Внутри ящика Для каждого X малого И для каждого Y малого Одна преподавательница физики В одной физмат-школе Питера Которая пришла туда Не с физфака, а с Герцена Не буду говорить, кто Она сказала Терпеть не могу квантовую механику Там нету физики Там одна математика В физике есть только одна математика А все, что было раньше Это был набор комиксов Для детей в коротких штанишках А теперь смотрите Какая штука получилась Первая слагаемая Это только функция от X Вторая слагаемая Это только функция от Y Третья слагаемая Это константа Как можно сложить функцию Зависящую только от X С функцией, зависящей только от Y И с константой Чтобы получить 0 при любых X и Y Как такое может случиться? Только в одном случае Если это на самом деле Никакие не функции А числа Нельзя сложить Синус 5X С E в степени минус 18Y И с 11, чтобы получить 0 Вы будете менять X и Y Будете получать разные числа Поэтому, чтобы это выполнялось При всяких X и Y Вот это И это должно быть только константами Должны быть только числами Давайте это число назовем Лямбда с индексом X Это не длина волны Это просто число А X я поставил Только от того, чтобы помнить Что эта константа Произошла От комбинации функций Производных Зависящих от X Это просто число А эту константу Давайте обзовем Лямбда Y И тогда наше Дифференциальное уравнение В частных производных Второго порядка Свелось К очень Милой Человеческому сердцу Математической задаче Давайте вот на это посмотрим Фактически здесь написано Что D2X большое По DX дважды Равняется Лямбда X На X большое Но посмотрите В этом равенстве Есть только X Уже Y исчезли А тогда От частных Производных Можно перейти К каким производным К обычным У нас нету здесь Y Поэтому первое равенство Можно написать так D2 X Большое От X По DX дважды Равняется Некоторое число Лямбда X На X Большое От X Второе равенство Можно написать Как D2 Y Большое От Y По DY Дважды Равняется Число Лямбда Y На функцию Y От Y Первое равенство Зависит только От X Второе равенство Зависит только От Y Но есть еще Третье равенство Лямбда X Плюс Лямбда Y Плюс К в квадрате Равно Нулю Лямбда X Плюс Лямбда Y Плюс Давайте вспомним Что К У нас Омега на С Можно так написать Плюс Омега в квадрате На С в квадрате Должна равняться Нулю А теперь Посмотрите Какая прелесть Получилась Представлением В таком виде Решения Что нам позволяет Математическая Теорема От которой Вы не слыхивали Нам позволяет Свести Дифференциальное Уравнение В частных Производных Второго порядка К системе Двух Обыкновенных Дифференциальных Уравнений Уже бесчастных Производных И алгебраическому Уравнению Господа А вот это Решать Уже ничего Не стоит Тот метод Который Позволяет Распутать Диффур И отдельно Рассматривать Функции Зависящие Только от X Только от Y А может быть Только от Z Этот метод Называется Методом Разделения Переменных Это Пожалуй Единственная Работоспособный Метод Решение Дифференциальных Уравнений В частных Производных Остальное Все только Компьютерный Счет Если Удастся Разделить Переменные Может быть Удастся Что-то Сделать Руками Если Не Удастся Стреляйтесь Тогда Надо Надо Писать Хорошую Программу Для Решения Дифуры В частных Производных Я не думал Что Из этого Получится Знаете Я вот Прохожу Сейчас Через Вахту Уже Второй Раз Вот В Китае Например Проходишь Один Раз Показываешь Карточку Пропуска И все Компьютерная Система Запоминает Твое Лицо И все Никаких Пропусков А у нас Целый Отдел Выдает Пропуска Другой Отдел Дает Карточки Но у меня Карточка До сих пор Еще не открывает Проход А там Сидит Куча Девочек Мальчиков Все Зарплаты Получают И еще Сидит Вактер У которого Вот столько Бумаг С фамилиями Преподавателей У которых Карточки Тутошными Программистами Еще нет Открывают Проход И он Ищет А в Китае Один искусственный Интеллект Он все Лица С первого Раза Запоминает А в Университете Информационных Технологий Есть Отдел Который Делает Карточки Отдел Который Принимает Людей И куча Вахты И все Получают Денеги И полный Бардак Так что Я не думаю Что Люди Итмо Напишут Программу Которая Может Решать Любой Депорт Частных Производ Если Если Даже Такую Задачу Не Могут Решить Здесь Извините Кстати Сталин Сталин Был прав Что Никого Не Упускал За Границу И тогда Можно Было Вешать Лапшу Что У нас Все Отлично И Например Что Мы Итмо Лучший Компьютерный Университет Где Искусственный Интеллект Даже Не Может Решить Кого Пускать Кого Нет Охо Где И Они Это Купили У Итмо Я думаю У китайцев Я думаю Что Они Купили У Китайцев Или У А А Итмо Это Где Где Почему Тут В Актер Сидит Денег Нет А Сами Чего Не Мог Написать Какой Это Китай Какой Это Харбин Где Когда То Русские Строили Железную Дорогу А Вот А Вот Ну Я думаю Что Интеллектуальный Уровень Студентов Физтех Достаточно Высок Что Они Сами Знают Как Решать Такие Уравнения Тем более Что Мы Их Решали На Предыдущих Можно Не Рассказывать Эту Чув Решите Мы Это Все Делали На Механике Да Нет У нас Вообще Никаких Ограничений Я По секрету Скажу Что Лямда Кажется Комплекс Ну Наверное Если Они Складываются Сами Как С В Квадрате Наверное Они Отрицательны Иначе О Мне Нравятся Эти Слова Да 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 Нам Надо Решить Эту Задачу Да Еще Чтобы На Стенках Поле Обращалось Вновь У нас Еще Гран У нас Есть Граничные Условия Что Тангенциальная Компонента На стенке На идеальном Зеркале Должна Обращаться Вновь Поэтому Надо Не только Решить Это Уравнение Но Еще Найти Такое Решение Чтобы На Всех Точках Этой Стенки На Всех Точках Этой Стенки На Всех Точках Этой Стенки И На Всех Точках Этой Стенки Оно Тождественно Обращалось Вновь А вот На Этих Стенках На Верхней Нижней Может Быть Не Ноль Потому Что Поле Имеет Право Быть Не Нулевым Если Оно Смотрит Ротогонально Металлические Стенки Смотри Электростатику Ну Давайте Решать Одно Уравнение Я Быстенько Вам Покажу Хотя Один Человек Знает Как Решать Эти Уравнения Что Очень Приятно Это Уже Можно Стереть Вообще Говоря Это У нас Однородное Дифференциальное Уравнение Второго Порядка А как Мудро Александр Сергеевич Вам Говорил Однородные Дифуры Решаются В виде Х От Х Малая Есть С На Е В степени Альфа Х Вот Такое Пробное Решение Всегда Приведет К успеху Если Мы Это Пробное Решение Подставим Сюда То Во-первых С обоих Сторон Будут С Здесь И Здесь С Не Дифференцируется Поэтому На С Мы Сократим Здесь При двойном Дифференцировании У нас Появится Показатель Степени Альфа В Квадрате Останется Е В степени Альфа Х Оно Будет Здесь Поэтому Тоже Ничего Интересно Поэтому Мы Получим Что Альфа В квадрате Должно Равняться Лямбда Х Давайте Здесь Тоже Поставим Индекс Х Потому Что Все Касается Только Х Поэтому Для Лямбда Есть Два Решения Альфа Х Может Равняться Либо Плюс Либо Минус Корень Из Лямбда Х Поэтому У нас Есть Два Решения Такого Уравнения Х Плюс От Х Это Некоторая Константа С Плюс На Е В степени Плюс Корень Из Лямбда Х На Х И Х Минус От Х Это С Минус На Е В степени Минус Корень Лямбда Х Х Но поскольку Уравнение Линейное То Сумма Решений Тоже Будет Решением И Тогда Общее Решение Однородного Дифференциального Уравнения Такого Имеет Вид Х От Х Равняется С Плюс На Е В степени Корень Из Лямбда Х На Х Плюс С Минус На Е В степени Минус Корень Из Лямбда Х На Х Где С Плюс И С Минус Надо Подбирать Из Каких-то Либо Начальных Условий Либо Граничных Условий Мы Будем Их Подбирать Из Требования Чтобы На Вот Этой Стенке И На Этой Стенке Поле Обращалось В Ноль Начнем Со Второй Стенки Эта Стенка Х Равно Нулю Поэтому Если У нас Х Равно Нулю То Х Должно Обратиться В Ноль Тождественно Чтобы Все Решение На Этой Стенке Было Нулевым Чтобы Электрическое Поле Не Смотрело Вдоль Идеального Зеркала Вы Помните Что Около Поверхности Металла Электрическое Поле Может Смотреть Только Перпендикулярно Поверхности Металла Смотри Старые Сказки Про Электростатик Таким Образом Первое Требование Что Нулю Должно Равняться Х От нуля Но Если мы Сюда Подставим Х От нуля Это будет С плюс Плюс С минус Отсюда Мы сразу Видим Что С минус Обязано Равняться Минус С плюс Тогда Наше Решение Будет Иметь Вид Х Большое От Е в степени Корень Из Альфа И Лямбда Х На Х Минус Е в степени Минус Корень Из Лямбда Х На Х Но Теперь Мы должны Потребовать Обращение В ноль Решение На этой Стенке Давайте Потребуем Нам Придется Потребовать Это Уже Нам Пожалуй Не Понадобится Чтобы Х Большое В Точке Х Равная Л Х Вот На этом Расстоянии Тождественно Давало Ноль Это Значит Что С Плюс На Е В степени Корень Из Лямбда Х Умножить На Длину Ящика По Х Минус Минус В степени Минус Корень Из Лямбда Х На длину Ящика По Х Должно Тождественно Давать Ноль Давайте Фантазировать Как Может Это Получиться Ну Первое С С С С Равно Ну Ну Если С С С Равно Ну Ну И С Минус Равно Ну Ну То Функция Х Большое Это Ноль Если Функция Х Большое Ноль То Само Поле Ноль Решение Ноль Ну Хорошая Тривиальная Решение Но Мы С Вами Уже Когда То По Мой Моговорили Что Классическая Физика Такие Решения Разрешает А Квантовая Электродинамика Говорит Что Не Может Существовать Электромагнитного Вакуума Без Поля Поэтому Тривиальное Решение Мы Отбрасываем Поэтому С Плюс Мы Нулю Приравнять Не Можем Тогда Что Остается Приравнять Ну Если Это Нельзя Вот Эту Корень Из Лямбда Икс На Л Икс Должно Равняться Е В степени Минус Корень Из Лямбда Икс На Л Икс Наверное Это способ Найти число Лямбда Икс Ведь Мы же Его Ввели Пока С потолка А вот Теперь Для Лямбда Икс Получилось Уравнение Чтобы Его Решать Давайте Умножим На Е В степени Лямбда Икс Л Икс Обе В степени 2 Корня Из Лямбда Икс Л Икс Равно Единице Если Е в степени Что-то Равно Единице То чему Должно Равняться Показатель Степени Первое Что приходит Это Ноль Это Слишком Неинтересно Если Мы нарисуем Комплексную Окружность Единичную То Единица Находится Вот здесь И Вообще То говоря Эта Единица Это Е в степени 2 Пи И И сколько Хотите Раз Бегайте По окружности Потому что Если мы Берем Е в степени И На фи Мы бегаем Меняя фи Мы бегаем По единичной Окружности Поэтому Единицу В комплексной Области Можно представить Как е В степени И На 2 Пи На любое Целое Число Я это Любое Целое Число Обзову Мх А вот Теперь Оказывается Из этого Уже И ежику Понятно Что Корень Из Лямбда Х Л Х Должен Равняться И Пи Мх Поэтому Корень Из Лямбда Х Господа Мои Это Чисто Мнимое Число Корень Из Лямбда Х Это Есть И Пи Делить На Размер Ящика По Х Умножить На Любое Целое Число А Если Так То Вот Это Наше Решение Сильно Упрощается Это будет С Плюс На Е В степени И Пи На Л Х М Х Х Минус Е В степени Минус И Пи На Л Х М Х Х Я Теперь Это Поделю На 2 И И Умножу На 2 И Но Умножать На 2 И Не Нужно Поскольку С Плюс Все равно Произвольная Константа Если Произвольную Константу Умножить На 2 И Все равно Получится Произвольная Константа Эту Произвольную Константу Я Теперь Назову С Х В честь Того Что Мы Пока С Х Работаем А То Что Здесь Получилось Друзья М Это Синус На Синус На Синус От Пи Делить На Л Х На М Х Где М Х Любое Целое Число На Х Мы С Я Надеюсь Вы Понимаете Что Функция У Большое Ищется Абсолютно Аналогично С Требованием Чтобы Поле Обращалось В ноль Вот На Этих Стенках Где У Равно Нулю У Равно Л Ну и Тогда Если Мы Нашли С вами Функцию Для Х И Для У Мы С вами Можем Теперь Построить На Что Да Все равно Константа Причем Смотрите Для Каждого М Х Я Могу Выбирать Свою Константу Произвольную Я здесь Лучше Написал Так С М Х И Для Каждого М Х Я могу Убирать Свою Произвольную Константу Какую Какую Хочу Теперь Я могу Написать Полное Решение Того Что У нас Получилось По Моему Тот Кто Делал Такие Доски Никогда Не знал Что Как Выглядит Настоящая Физика И математика На самом деле Доска Абсолютно Не приспособлена Для Писания Хороших Уравнений У нее Разрешение Никудышное И все Никудышное Поэтому Е От РТ Будет Равняться Смотрите У нас С М Х А от У Тоже Будет Константа Произвольная Произвольная Двух Констант Это что Будет Тоже Произвольная Константа Мы ее Назовем Так С С Индексами М Х И М И Для Любой Пары Чисел М Х И М И И М М М Можете Взять Любую Константу Дальше Идет От Функции Х Большое Синус П Делить На Л Х На М Х Умножить На Х От Функции У Большое Синус П И Делить На Л Игрек На Произвольное Число М Игрек На Игрек Орт Поляризации Ез На Е В степени Минус И Омега Т Мы Мы Можем Брать Любые Числа М Икс И М Игрек Для них Брать Любую Константу Это Всегда Будет Решение Но Поскольку Уравнение Исходное Линейное То Сумма Решений Тоже Решение И Поэтому Если Я Здесь Просуммирую По Всем Мыслимом М Икс И М Игрек Которые Пробегают Значения 1 2 3 4 И так До Бесконечности Это Будет Тоже Решение Давайте Договоримся О Терминологии Каждое Такое Слагаемое Называется Собственной Модой Закрытого Резонатора Это Собственная Мода Закрытого Резонатора И Тогда Полное Электромагнитное Поле В закрытом Резонаторе Есть Сумма Полей Представляющих Собственные Моды Закрытого Резонатора Это Еще Не Все Да Ну Давайте Попробуем Посмотреть Как Выглядят Эти Моды Давайте Например Возьмем MX и MY Равны Единице Это Самое Простое Что Можно Придумать У нас Все Зависит Только От XY Поэтому Нам Придется Рисовать Двумерный График Где Поле Будет Зависеть От XY А по Вертикали Будем Откладывать Величину Поля Ну Вот Давайте Нарисуем Снова Такой Прямоугольничек И Пусть У нас MX Равно Единице И MY Равно Единице Это Значит Что По Х У нас Укладывается Половина Длины Волны И Когда У нас Х Станет Равным L Х Тут Будет Синус П У нас Синус Обратится В Ноль Поэтому По Х Функция Будет Выглядеть Вот Так Сейчас Х У нас В Эту Сторон Вот Так А По У Функция Будет Выглядеть Так же В Точках У Равно Нулю И В Точке Л Она Обратится В Ноль Это Я Просто Нарисовал Основание Этого Прямоугольничка А по У Функция Получится Вот Такой Что Будет Если Мы Перемножим Две Такие Функции Ну Такой Холм Который Торчит Только Смотрите Он Еще Умножается На Сцелирующую Функцию По Времени Поэтому Он Будет То Положительный То Отрицательный Поэтому Поле Будет Дергаться То В Эту Сторон То В Эту Оно Вот Так Прыгает А на Границах Оно Везде Ноль И Здесь Ноль И Здесь Ноль Оно В середине Максимально А на Границах Нулевой Вот так Дергается Вверх Вниз Это Самая Простая Мода Когда И по Икс И по И у нас Единица А давайте Попробуем Представить Себе Моду Колебаний Когда По Икс У нас Единица А По Игрек У нас Двойка По Икс Зависимость У нас Снова Старая Вот Такая А По Игрек У нас Будет Ноль Если Здесь Стоит Двойка Уже В Точке Л Игрек Пополам Уже Будет Ноль По Синусу Поэтому По Игрек Зависимость Будет Такая Сюда И Сюда Вниз Поэтому У нас Будет Тут Такой Холм Торчащий Наверх А С этой Стороны Холм Будет Торчащий Вниз И При Колебаниях Что Они Будут Делать Вот Так Качаться А Если Мы Возьмем М Икс Равная Двойки М Игрек Равная Двойки Что Будет Уже Четыре Холма Будет Да Здесь 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 Они Будут Качаться Эти Два Фазе А эти Два В Противофазе Ну а дальше Берите Тройки Четверки И вы Получите Все Мыслимые Решения Которые Здесь Возможно Кстати Господа Давайте Познакомимся С первым Стандартным Квантово-механическим Обозначением Уже Если Мы знаем МХ И МЮ Мы знаем Как устроено Поле Говорят Что Вот Этой Моде Соответствует Состояние С МХ Равным Единице И М Игрик Равным Единице Состояние Принято Обозначать В таких Уголковых Скобочках Потом Окажется Что Само Состояние Будет Вектором В бесконечно Мерном Гильбертовом Пространстве Но Это Будет Чуть Позже Никто Так Долго Не Пишет Пишет Короче Один Один Вот Это Мода Один Один А Это Мода Один Два А есть Еще Мода Два Один А есть Мода Два Два А есть Мода Пятнадцать Восемь Исем И так Далее И Мод Бесконечно Много Но Господа Это Еще Не Все Мы Забыли Про Это Уравнение Для Лямбда Икс И Лямбда Игрек Мы Нашли С вами Решение Но Частота У нас Стильно Связана С Лямбда У нас Из этого Равенства Следует Что Частота В квадрате Это С В квадрате Минус Лямбда Икс Минус Лямбда Игрек Это Будет Минус С В квадрате А давайте Вспомним У нас Было Корень Из Лямбда Икс Равнялся И П Делить На Л Икс Так По-моему Да И еще На М Икс Но Здесь Стоит Корень Из Лямбда Икс В квадрате Когда мы Корень Будем Возводить В квадрат Мы Получим Отрицательное Число Но Это Отрицательное С этим Минусом Даст Нам Плюс И В результате У нас Будет С Квадрат П В квадрате А здесь Будет М Икс В квадрате Делить На Л Икс В квадрате Плюс М Игрек В квадрате На Л Игрек В квадрате Оказывается Для каждой моды Для данного М Икс И Игрек У нас Разрешены Строго Определенные Частоты Каждый Из этих Мод Может Колебаться Только Со своей Собственной Частотой Я сейчас Напишу Выражение Для частоты Произвольной Моды А теперь Уже Не нужно Конечно You're quite right Тут уже Плюс Таким образом Частота Разрешенная Колебаний Для моды С заданным М Икс И М Игрек Есть Пи С Корень Квадратный Из М Икс В квадрате На Л Икс В квадрате Плюс М Игрек В квадрате На Л Игрек В квадрате Ну а теперь Я прошу Напрячь Вашу фантазию И догадку У нас От З Ничего Не зависит Я так Выбрал Ловко Поляризацию Чтобы З Сюда Не Вошло А если бы Я не Выбирал З Направленную Вдоль Орт Поляризации Вдоль Оси З А чтобы Поле Смотрело Куда Угодно Наверное У нас Было бы Решение Еще З От З И догадывайтесь Что бы Оно Дало Кому Хочется Посмотреть Как это Получается Вон Да Работы Будет На Порядке Больше Но Решение Там Будет Типа Синус Одного На Синус Другого На Косинус Третьего И все Мыслимые Комбинации Синусов И косинусов По Х Y Z Вот так Будет Но Там Много Работы А М Х М Y М Z Они Целые Они Любые Целые А Теперь Давайте Посмотрим На То Что Мы Сделали И Немножко Ужаснемся Давайте Нарисуем Одномерный График Разрешенных Частот Так Мы Будем Откладывать Частоту Давайте Для Определенности Считать Что У нас Ящик Устроен Так Что L X Больше Чем L Y Больше Чем L Z Скажите Пожалуйста Какая Будет Самая Низкая Частота Из разрешенных Какие M Надо Выбрать Чтобы Частота Была Минимальной 1 1 1 Согласны Да Тогда Будет Пи С Единица Делить На Lx Квадрате Плюс Единица На Y Квадрате У нас Получится Некоторая Частота Это Будет Самая Низкая Из Разрешенных Частот Это Частота Со Всеми Единицами Как Мы Такую Моду Назовем Теперь У нас Уже Не Одно Число Не Два Числа Три Но Поэтому Будут Вот Такие Скобочки 1 1 1 Самый Мод Низкочастотный Моде Соответствуют Все 3 М Равные Единице Кстати Такой Вектор Потом Окажется Что Такие Состояния Это Вектора В бесконечно Мерном Пространстве И Такой Вектор Будет Называться Вектором Кэт А Вот Такой Вектор Будет Вектором Кэт Комплексно Сопряженным Такой Вектор Будет Называться Вектором Бре Или Бра А вместе Получит А иногда У нас Появится Скалярное Произведение Вектора Бра На Вектор Кэт А вместе Получится Брекет Скобки Те Те Кто Выдумывал Квантовую Механику Были Люди Нелишенные Чувства Юмора Кстати Вот Такие Обозначения Состояний А на самом Деле Это Ничто Иное Как Обозначение Квантово-механического Состояния Электромагнитного Поля В закрытом Резонаторе Это Так Называемые Дирковские Обозначения Эти Обозначения Придумал Поля Дирок Скажите Следующая Частота Какая Будет Надо Где-то Поставить Двойку Да Чтобы Была Следующая Частота Когда Лх Больше Чем Лх Какая Следующая Частота Будет Тут Двойка А тут Единица Поэтому Следующее Состояние Будет Два Один Один А Следующее Состояние Надо Двойку Поставить Здесь Она Поделится Просто На Меньшее Число Поэтому Следующее Состояние Будет Один Два Один А Следующее Состояние Тут Один Один А тут Два У него Частота Будет Еще Больше Один Один Два Ну А потом Появится По две Двоечки Потом Троечки Появится И так Далее Но Обратите Внимание Что у нас Получилось Оказывается Что разрешенные Частоты Монохроматического Поля В закрытом Резонаторе Представляют Собой Дискретный Набор Оказывается Частоты В вакууме Могли быть Любыми У света А в закрытом Резонаторе Частоты Могут Представлять Только Нумеруемый Дискретный Набор Ну А сейчас Я вам По большому Секрету Скажу Что Если Я Чистоту Умножу На Постоянную Планта Мы Что Получим Энергии Это Будут Энергии Это Будут Энергии Фотона В закрытом Резонаторе И Оказывается Что Энергии Частицы Света В закрытом Резонаторе Могут Представлять Собой Отдельные Дискретные Значения Которые Называются Энергетические Уровни Мы С вами Сосчитали Уровни Энергии Фотона В закрытом Резонаторе Или На другом Языке Мы С вами Проквантовали Электромагнитное Поле В закрытом Резонаторе Оказывается Уравнение Максвелла Знают Квантование Электромагнитного Поля Максвелл Об этом И не Подозревал На самом Деле Мы Увидели Энергии Частную Иллюстрацию Очень Общего Утверждения Если Любой Квантово-механический Объект Вы Поместите В область Пространства Которая Ограничена И Из которой Ему Уйти Нельзя То Энергии Того Что Вы туда Поместили Всегда Будут Квантованы И Представлять Собой Набор Дискретных Нумеруемых Энергетических Уровней Мы Сейчас С вами Фотон Запихнули В прямоугольную Коробку Можно было Ну конечно Пока не Фотон А пока Электромагнитное Поле Можно было Его Закинуть Цилиндрическую Закрытую Коробку Из зеркал Можно было В сферическую Коробку Только В прямоугольной Коробке Удалось Все решить Пользуясь Элементарными Функциями Типа Синуса И косинуса В цилиндрических Коробках Функции Окажутся Ужасно Мерзкими Там Для того Чтобы решить Это уравнение Пришлось бы Воспользоваться Специальными Функциями Матфизики Которые Называются Цилиндрические Функции Бесселя А если Нам надо Было Решать Это уравнение В сферически Закрытой Коробке Для этого Придуманы Другие Специальные Функции Матфизики Которые Называются Сферические Функции Бесселя Для Матфизиков Они Так же Естественны Как Синусы И косинусы Для вас Они Все эти Функции Выражаются Через Одну Очень Хитрую Функцию Которая Называется Гипергеометрическая Функция Но Вообще Говоря Для Каждой Задачи Выдумывается Свой набор Функций Любой Уважающий Себя Матфизик Да В некотором Смысле Набор Функций Типа Синуса И косинуса Мы это Скоро будем Обсуждать Взаимно Ортогональным Можно вести Понятие Ортогональных Функций И функции Синуса И косинуса Представляют Собой В некотором Смысле Базис В векторном Пространстве Где Векторами Являются Функции Это бесконечно Мерное Часто Несчетно Мерное Пространство Надо сказать Что сферические Цилиндрические Функции Бесселя Функции Неймана Функции Ханкеля Полинома Лежандра Присоединенные Полинома Лежандра Это все Ортонормированные Базисные Наборы Функционального Пространства Это просто Разные системы Координат Разные Задачи Удобно Решать В разных Системах Координат Поэтому Если вы Хотите Чего-то Делать В физике Вам Все эти Базисные Наборы Функции Надо знать Без этого Вы ничего Не сделаете В физике Ну кроме Размахивания Руками На самом деле На этой Простейшей Иллюстрации То есть Мы с вами Сейчас Получили Почти Правильное Решение Задачи Квантовой Электродинамики Мы чуть-чуть Ошиблись На Одну Вторую H Омега На Темновые Фотоны У нас тут Не получилось Темновых Фотонов Уравнение Максвелла Не знают Темновых Фотонов Но здесь Видна Еще Одна Интересная Вещь А давайте Мы Сделаем Коробку С Одинаковыми Ребрами Кубическую Чтобы LX Равнялась LY Равнялась LZ Тогда смотрите Когда здесь Стоит двойка Здесь Стоит двойка И здесь Энергии Окажутся Какими Одинаковыми Раньше Они были Разные А если Система Повысила Свою Симметрию У нас Некоторые Уровни Схлапываются И Одна И Та Же Энергия Будет Соответствовать Разным Состоянием Поля Состояние Это Поля Будет Разное Энергия Будет Одна И Та Же Такая Ситуация Называется Вырождением Энергетических Уровней Это Когда Один Энергетический Уровень Соответствует Разным Квантово Механическим Состоянием Так вот Общая Теорема Говорит О том Что Чем Симметричнее Система Тем Более Вырождены У нее Энергетические Уровни А Ухудшение Симметрии Системы Приводит К Снятию Вырождений Скажите Пожалуйста Какой Атом Самый Симметричный Водород Там Электрон Летает В Сферически Симметричном Поле Точечного Ядра Поэтому Энергия Электрона В водороде Энергетический Уровень Чертовски Вырождены Их так Мало Что Атом Водорода Проходит Даже В школе Когда Вы Переходите В хорошей Школе Когда Вы Переходите К атому Гелия Там Электрон Летает Уже В поле Ядра И Второго Электрона И Никакой Симметрии Там Нет И Тогда Энергетические Уровни Гелия По сравнению С водородными Но Потом Окажется Что Они Все Равно Вырождены Потому Что В атомах Есть Симметрия Между Правым И Левым А Если Вы Наложите На Атом Магнитное Поле А В Магнитном Поле Нет Симметрии Между Правым И Левым Помните Сила Лоренц Там Стоит Векторное Произведение Где мы Пользовались Правой Или Левой Рукой Это Значит Что Магнитное Поле Будет Снимать Вырождение Уровня Оставшихся В атоме Это Значит Что Если В атом Поместите Магнитное Поле Его Энергетические Уровни Вырожденные Расщепятся За счет Снятия Этого Вырождения Есть Есть Целая Наука Которая Позволяет Не считая Примерно Нарисовать Схему Энергетических Уровней В атомах Глядя Только На Симметрии Атомов Это Очень Крутая Наука Которая Позволяет Получать Качественные Результаты Не Количественные Качественные Не Сильно Перегружая Суперкомпьютер Она Называется Теория Групп Симметриями Можно Работать Почти Как С функциями И С числами И Симметриями Можно Производить Некоторые Действия И Понимать Как При этом Будут Меняться Вырождения Энергетических Уровней Но Это Так Сложно Что Даже В курсе Квантовой Механики Я Вам Этого Рассказывать Не буду Потому Что Для Того Чтобы Это Рассказывать Надо Еще Знать Теорию Групп Я Не думаю Что Вам Математики Расскажут Теорию Групп Перерыв Расскажут Расскажут Расскажут